Мой дружок пирожок, если тебе нужны бабки на бизнес, или полная финансовая независимость в GTA Online, чтобы скупать все тачки и недвижимость высшего класса, то заходи в мою группу по прокачке, любой уровень, любое количество денег и полная прокачка персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на PS4, стартовый пакет можно приобрести всего за 299 рублей, а если ты укажешь этот промокод, то получишь халявные 20 лямов сверху на пакеты прокачки для ПК, ссылочка на группу в описании, переходи и заказывай самую надежную прокачку, сделаем все быстро и качественно, дилетант гарантирует. Привет-привет мой дружок пирожок, в этом видео мы окунемся в прошлое и протестируем старенький суперкар, проген GP1, который один в один похож на McLaren F1. Появилась эта машинка 3 года назад и сразу же понравилась многим, мне она тоже понравилась, понравилась тем, что сильно похоже на Тайрус, а ту тачку я любил в свое время, но удивит все же GP1 меня не смог. После первых заездов я понял, что это рядовой компактный суперкар с очень хорошим сцеплением, с лесным ускорением, и туговатым управлением. Изменилось ли мнение об этом автомобиле, а? Обо всем этом поговорим во время тестов, а сейчас к тюнингу. Взгляните на это чудо, реально очень симпотный суперкар, вот только если бы это был спорткар, цены бы ему не было, но имеем что имеем. Тюнинга тут завались, тогда роки еще не клали свой задуноченный хер на кастомизацию машин, и хоть тогда не было раскрасок, роки мутили что могли. Бамперы, взгляните, это вам не простые сплиттеры, это реально кастомные бамперы с разными прорезями, можно даже взять молчащего утенка. Конечно весь уклон на передние бамперы, зад все же оставили как есть, да и так он отлично выглядит. Двигатель, точнее крышки двигателя, тут такое разнообразие кастомизации, что можно создать свой GP1 полностью закрытым или же с максимальным количеством разных отверстий и прорезей. Глушители, ну тут вообще все забись, на вкус, на цвет, на ширину и даже на количество, на каждого найдется свой глушитель. Один косяк, чем больше глушителей, тем больше дыма, странно это, выглядит как какая-то коптилка, если налепить их по всему заду. Замки на капот, это самое бесполезное в GTA Online, учитывая, что последние тачки не разбиваются вовсе, хотя возможно из-за них капот и не отлетит, проверять я это конечно же не буду. А вот с фарами тут еще интереснее, можно их закрыть полностью, и я знаю, что вся красота этого автомобиля как раз в больших передних фарах, но мне так захотелось, выглядит максимально необычно. А учитывая, что кататься на ней ночью я уж точно не буду, и без фар сойдет, выглядит как машина Бонда, мне нравится, закатали ее по полной. Тут также есть еще одна интересная деталь, задние капоты, очень редко встречаешь такой вид тюнинга, обычно все это компонуют вместе со спойлерами, тут же это отдельно. Можно даже сделать так, чтобы двигатель был виден и за счет крышки двигателя и за счет заднего капота, но у нас максимально закрытый автомобиль, поэтому выбираем максимально простой задний капот. Со цветом я определюсь в самый последний момент, пока полностью не прокачаю автомобиль. Спойлеры. Три первых спойлера нам кричат о том, что тут мог бы быть динамический спойлер, и пусть он тут реально бы был как на Т20, но нам лишь дают выбрать насколько он должен быть открытым. Есть также и другие аккуратные спойлеры, но вот выбирая любой из них я так и не увидел прибавления сцепления в шкале ниже. Возможно на этом автомобиле спойлеры не играют никакой роли, но поставить хоть какой-нибудь я все же рекомендую. Понять это можно только в сравнении, подлетел на трамплине. Ну и цвет автомобиля, его я оставил наконец, и если честно я оставил бы белый цвет. Но привык я видеть GP1 в оранжевом цвете, или в цвете черная сталь. И это очень странно, автомобиль максимально простой. Но какой именно подобрать цвет, ты не знаешь, ибо кажется что все равно что-то не то. Допт цвет тут тоже есть и он подчеркивает некоторые передние бамперы, накладки на фары и заднюю часть автомобиля. Мне даже иной раз кажется что передо мной не McLaren, а какой-нибудь Jaguar, по типу пенетратора. В общем советовать какой-то определенный цвет я не могу. Все это дело вкуса, и как бы я не метался, все равно выбрал оранжевый. Также можно изменить цвет салона, обычно его делают в цвет дополнительного, но у нас пусть будет темным. Все, автомобиль готов к тестам. Максимальная скорость, у многих суперкаров она практически одинаковая. И несмотря на то что GP1 нас радует уже 3 года, он едет 197 км в час. Неплохой результат, учитывая что он отстает от Криггера и Эмируса всего на 3 км в час. На драк-райсинге от GP1 ожидаешь максимально хороший результат, автомобиль маленький, мазь у него должна быть соответствующая, и пусть тут только задний привод. Машинка должна ехать, и старт кажется довольно таки бодран. Но увы конкуренты его конкретно съели, и единственное что радует напрямой, это оригинальный салон с белыми колодцами. Четверть мили GP1 проходит на 16 месте, в принципе рядом с Эмирусом и S80 RR, а это свежие автомобили. На 1 и 2 результат еще хуже, уже 19 место, но S80 RR все еще едет ноздря в ноздрю, и прошлогодний тракс на 1 и 2 проходит с таким же результатом. Ну и дальше в ход идет уже максимальная скорость, а тут она довольно таки неплохая, но все равно GP1 далеко не топ суперкар. Ну и сложная кольцевая, сейчас вы увидите результат и все станет ясным, и возможно я покажусь лицемером. Все мы такие в той или иной степени, это я про то, когда опускают бричку ниже плинтуса, она проходит эту трассу в топ 10. А тут 24 место, да, хуёво, но это не значит что автомобиль хуёвый, он просто не такой быстрый, поэтому я и говорил что лучше бы это был спорткар. Что я могу сказать в оправдании этой брички? Сцепление, оно тут бесподобно, автомобиль едет без намека на занос, поэтому поворачивать на нем нужно без опаски. Другое дело управление, тут оно максимально зажато, автомобиль крайне плохо поворачивает. Представьте что вы играете в футер с большой сенсой, у многих на мышках есть переключатели чувствительности, вот GP1, это самая низкая чувствительность, как для снайперов. Входить в какие-то узкие проезды на этой тачке максимально комфортно, а вот валиваться в крутой поворот, это не про нее. На гран-туризм это уже без особых изменений, входить в повороты приходится иной раз с хорошим таким оттормаживанием, и даже там где некоторые тачки входят в поворот на полном газе, прыгену приходится притормаживать. Результат уже лучше, 17 место, и это не удивительно, ибо несмотря на неразвитое управление, управлять ей комфортно, особенно на сложных участках. На этой машине можно уезжать от кого-то не по дороге, а по пешеходной зоне, ибо объезжать на ней стал бы в максимальной близости комфортно. Это не нервный вагнер, который может из-за своего резкого управления куда-нибудь и врезаться, это GP1, на нем можно ехать около стенки с такой ювелирной точностью, что искры от трения будут, но скорость падать не будет. Ну и понятное дело, что после таких результатов автомобиль явно не для гонок, но этот автомобиль комфортный, если ему добавить управляемости, то это будет Tempesta номер 2, пожалуй даже побыстрее Tempesta будет. Поэтому если вы выиграли ее на этой недельке в казино, то это неплохая тачка для городских покатушек, только выбирайте максимально широкие перекрестки. Управление тут явно задушено, и не знаю с чем это связано, со сцеплением или же слабым разгоном, но на гран-туризму Perry себя чувствовал максимально комфортно. Ну вы и сами видели, там где это было возможно, Perry ехал в максимальной близости к препятствиям по наилучшей траектории, на тачке с более резким управлением такая близость чреват аварии, а тут ты спокойненько подруливаешь чуть ли не до пикселя рассчитывая расстояние. Очень комфортный автомобиль несмотря на явный косяк с управлением. Это видео может быть интересным для некоторых в будущем, когда на колесе Fortuny GP1 уже не будет, поэтому возникает главный вопрос, покупать или же нет. Цена 1260 000 долларов GTA. По сути это ценник типичного спорткара, и в два раза дешевле Тарусы. И тогда задайте себе вопрос, зачем вам этот автомобиль? Для гонок он не подходит определенно, для комфортной езды по городу. Ну тут есть Tempista примерно с таким же прайзом. Этот автомобиль можно купить, если вам конкретно нравится его внешность, высокооборотистый звук двигателя, и широкий выбор кастомизации. Тогда да, берите, но ничего сверхъестественного от него не ждите. Это всего лишь про ген GP1, маленький суперкар из прошлого. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok